Здесь, во-первых, надо выставлять рамку игловодителя. Вот сейчас стоит на нуле. Видите, куда уехала. Ставлю зигзаг. Вот он, зигзаг. Ну, правильно, он мелкий, он тут миллиметра два, наверное. Не более. Ладно, сейчас я этим займусь. Это тут мелочи жизни. Ну, не знаю, это только то, что я вижу, первое, что я посмотрел. А там еще неизвестно, что, как и у той. Там же мне не говорили, что у нее сброс отвратительный. Там практически его не было, сброса изначально. Ну, игла тут центруется просто. Так, ставим на ноль. Сюда противовес какой-то, отвертку потяжелее. И вот два винта. Раз. Ослабляем. Два ослабляем. И ставим вот так, вот так. О, все. По центру. И фиксируем. Что-то я ее не совсем по центру выставил. Или она уехала. Ладно, сейчас я еще двину влево. Так, мы сейчас по центру. Сейчас, соответственно, и зигзаг будет совсем другой. Вот, лево до конца и право. А вот тут не совсем нормальный зигзаг. Так, ладно, главное по центру выставили, а зигзаг регулируется в другом месте. Вот здесь винт есть, но предупреждаю, если кто не уверен в своих силах, лучше не трогайте эту регулировку, потому что тут не так все просто. Здесь вот рычаг, надо его до конца. Раз, иголка, ээээ, иголка, раз, отвертка. Ослабляем. Можно вообще одной отверткой это сделать. У меня палец не пролазит туда. Ладно. Да, винт еле открутил с помощью ударной отвертки. Так, далее. Вот палец у меня туда не пролазит, поэтому мне по-любому нужна еще одна отвертка. Ну, в общем-то, отрегулировал. Еще раз повторяю, этот винт трогать не надо, потому как я вот много раз это делал, а то у меня ушло минут 20, пока я тут ловил. Вот сейчас вот такой зигзаг. Вполне себе ничего. Так, что я еще сделал? Помимо то, что я выставлял зигзаг на максимальную ширину, тут вот еще что было. Это я уже показывал. Вот сам копир. Маленько изношено. Тут уже вот канавка выработанная. Я взял круглогубцы и сам вот этот клювик выгнул на невыработанную сторону. Это одно. И второе. Вот эта рамочка была вниз. Тут есть винт. Она была пониже. И при этом, когда она вверх пошла при правом уколе, упиралась в рамку, я чуть-чуть поднял. И вот эта комплексная регулировка принесла свои плоды. Сейчас зигзаг будет, ну, если не 5, то 4,5 точно. Было это где-то 2. Ну, смотрим на бумаге зигзаг. Можно его замерить даже. Так, что у нас на бумаге? Сейчас его и замерю штангелем. Так. Что у нас до 5? Чуть поменьше. А, у меня там 5. Да. Ровно 5, как мы видим. Так, зигзаг наладил. Люфтик убрал тоже, шестерню поднял маленько. Теперь люфт, это вот двигатель. Теперь вот этот зазор, он тут ни к чему такой здоровый. Берем отвертку и чуть-чуть подгибаем по центру. Чуть-чуть. Это лишние лязги. Будет биться. Лишние громыхания, они ни к чему. Ставим максимальный зигзаг. Ну, вот. 5 не 5, но 4-то точно есть. Маленькую тряпочку отмотал. Придется. Примерно так. Ага. При правом уколе пропуски, как мы видим, буду устранять. Стоит игла. Надо либо чуть-чуть иглу. Нет, иглу я не буду трогать. Тут вот что. Надо добавить ход чуть-чуть. Очень далеко стоит носик челнока. Закручено очень сильно. Так, чуть-чуть. После всех регулировок. Так. Так. Вот это. Ага. Все. Хорошо. Ну, вот такая регулировка этой чайки. Здесь попроще, чем с предыдущей. Ну, тоже. На все про все я затратил около трех часов на обе машинки. Все на этом. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok